Продолжая тему звезд, как мы и обещали, прямо сейчас, прямо здесь, в нашей студии появляются Ани Раскаров и Яна Косымова. Мы вас приветствуем. Здравствуйте, доброе утро. Проходите, пожалуйста. Спасибо большое, что посетили нашу студию. Здравствуйте. Как настроение рассказывается? С утра пораньше проснулись? Очень проснулись. Нет, я даже не засыпал, если честно. Ну, творческие люди, я думаю, не спать никогда. Да, я вот примерно должен был заснуть где-то в 6-7 утра. Не мог пропустить такое вот событие в первый раз у вас тут. Ну, тогда мы вас поздравляем. С дебютом мы вас поздравляем, да, замечательно. Забегая вперед, немножко так заинтригуем наших зрителей, вы в конце нашего эфира для нас поете. Это будет ваша совместная композиция. Давайте о ней поговорим. «Любовь – это мы», она называется. Как вообще пришла идея? Почему именно в дуэте вы решили ее исполнить? Небольшую предысторию расскажите. Ну, вообще Амира я знаю очень давно, и как-то он позвал меня к себе на студию, просто послушать музыку, посидеть, поработать, может быть, да, попеть, как это любят делать творческие люди. И поставил мне свою песню, говорит, вот такая песня, может, ты споешь ее, но он мне предлагал спеть не с собой, с другим человеком. А что-то я говорю, ну, блин, что-то не хочу с ним петь, с тем человеком, с кому-то. Я полагаю, имя вы не раскроете этого человека. Нет, к сожалению. Не то, что не хочу, мне кажется, немножко бы не подходило, да. Некорректно, наверное. Да, и стиль другой был. Я говорю, давай вместе споем, раз уж твоя песня, ты автор, мне она нравится, давай вместе споем. Так и спели, вот в этот же день я песню послушала, сразу зашли, записали, Амир ее свел, и как-то она была готова через пару дней, да, уже. И вот. Ну, значит, предложение, инициатива исходила от вас, спеть песню вместе. Тут, как бы, вы знаете, это, наверное, больше такое обоюдное решение, наверное, было все-таки. Не было какого-то определенного, там, типа, кто-то предложил кому-то. Нет, тут было такое решение, потому что изначально моя цель была, как бы, другая вообще, в принципе, а все получилось немножко иначе. Амир, прошу прощения. Хорошо. К нам поступила инсайдерская информация, что вы прям денно и ночно сидите в студии и что-то записываете, над чем-то работаете. Постоянно. Слушаем вас, рассказывайте. Блин, я даже не знаю, с чего начать, потому что работы очень много. Я постоянно, в постоянном поиске чего-то, чего-то, того, чего не хватает, например, на нашем рынке музыкальном, скажем так-то. И для этого приходится очень много трудиться. А, например, чего не хватает? Вот вы знаете точно. Много чего не хватает. Вот я даже и не перечислю всего. Вот, в принципе, все, что я делаю, того не хватает на нашем рынке. Очень смело. Заявление, действительно, и все-таки, может быть, что-то новое грядет, ваши фанаты могут обрадоваться или чем-то их заинтригуете, может быть. Блин, ну, вы знаете, я сейчас вот хочу попробовать себя в абсолютно несвойственном для себя направлении. Свойственном для народности нашей, но не свойственном для меня самого, как творческая личность. Вот, как бы вот такую... Это будет кавер на песню «Волото» или что это? Что-то типа это. Я никогда не пою чужие песни. Это ваш принцип, да? Это мой принцип, да, потому что я еще не все рассказал своему слушателю. О ваших планах мы теперь знаем. А вы можете, Аяна, рассказать немножко подробнее о ваших? Что нам ждать? Ну, в ближайший год я планирую кончить учебу. У меня сейчас дипломная работа предстоит. А можно послушать тему дипломной работы? Нет, к сожалению. Это в секрете. Просто, наверное, вылетела из памяти сейчас. Да, но она будет очень необычной. И в связи с тем, что я политолог, я должна будет связать это и с политикой тоже. Но это будет очень интересно. А так очень много планов, целей, которые будем достигать потихонечку. Но мы знаем, что вы достаточно неплохо учитесь. И при этом успеваете это все как-то совмещать с музыкальной деятельностью. Как вообще это происходит? Что нужно делать? Планировать, я не знаю. Или вообще импровизировать? Что вы делаете? Ваш рецепт. Ну, это очень тяжело. Успевать всегда посещать пары, давать экзамены. И еще успевать там карьеру достроить, это нелегко. Но я подхожу к учителям, они меня, слава богу, понимают, поддерживают. За что им огромное спасибо. А можно сказать, что они делают для вас поблажки? Нет, в моем университете, к сожалению, не делают поблажек. Потому что у нас в основном учителя, они иностранцы. Это американцы. Из Турции к нам прилетают профессора. И, к сожалению, для них не важно, кто я такая, чем я занимаюсь. И для них важно то, как я учусь. Ну, это хорошо. Справедливый подход, надо сказать. И мы вас заранее предупредили, что будет небольшая игра. Вы не знаете, какая. И сейчас... Кто возьмет выше ноты, что ли? Наверное, перед игрой все-таки еще один вопрос о миру хочется задать. Он касается Челпунта или Бек. Давайте не будем говорить на эту тему. Не будем. Я уже все рассказал, все, что я думаю, другим, в принципе, средствам массовой информации, мне добавить нечего. Очень достойный ответ. Хорошо, спасибо большое. Перейдем к нашей игре. Она очень простая. Пока мы слайды не будем показывать, объясню. Эта игра была, не была. То есть это какие-то пары, абсолютно, может быть, рандомные или настоящие. И вам нужно понять, встречались они или нет. Было или не было. Просторечным языком выражаясь. Мутили, не мутили. Хорошо. Хорошо. Вот, пожалуйста, слайды. Смотрите на экран. Нет, не было. Это Эли Голдин и Эд Ширан. Нет. Нет, нет, я думаю, что нет. Вы правы, абсолютно. Хорошо, правильно. Я знаю, что она встречалась с Принцем Гарри. Вот, дополнительная информация. Следующий слайд. Дженнифер Лопес и Бан Африк. По-моему, нет. По-моему, нет. Вот это у вас ошибочная информация. Действительно, они встречались, и Бан Африк даже в одном из клипов Джей Ло снялся. Дженни Фронзе Блок называется. А, да? И там был Бан Африк. Он, наверное, был очень молодой. Он был очень молодой, да. Сейчас, конечно, возраст оказывается. Дальше идем. Нет. Они были просто, ну, разве что в мечтах Крида, да? Да. Хорошо, дальше идем. Нет. Да, да, точно. По-моему, очевидно. Слава богу, нет. Очевидно. Вот что, дикатка Мольда. Вот, Саша, у тебя появился конкуренция. Ну, сам Бан Африк, может, на него не принять. Нет. Нет. Я думаю, даже сейчас... Это что за консалом? Это любой брата и сестры, наверное, больше. Только вот в таком плане. То есть у вас такая вот прям крепкая дружба, не предполагающая никакого драматического развития. У нас не то чтобы дружба вот такая, а у нас такая вот, может быть, даже немножко родственная связь. Да, потому что Амир, во-первых, очень намного старше меня. На 12 лет старше меня. Я его всегда воспринимала как брата. Он хорошо общается с моим отцом, как музыканты, как певцы. Вот. И я с детства его знаю и знаю, что он очень талантливый. Байкешка. Вот мы ее узнали. Раскрыли секрет нашим телезноделям. Ответ на тот вопрос, который действительно интересовал многих. Вернемся к творчеству. Да. Будут ли еще какие-то совместные работы музыкальные? Планируете ли вы? Ну, наверное, Самиру сегодня, в этом году хватит, да, дуэтов? Да, я прям в этом году прям сделал максимальное количество дуэтов, наверное, рекордное количество на нашем вообще пространстве. И вот именно шоу-бизнеса. Блин, дуэтов пять, наверное, было в этом году. И у меня за, в принципе, за всю мою жизнь столько дуэтов не было, да, сколько в этом году. Поэтому я думаю, что пока что хватит. Ну, и все-таки, если взять полноценный лонг-плей, по вашему личному мнению, сколько там должно быть коллабораций, дуэтов? И возможно ли такое, что это просто будет сольные песни артиста без кого бы то ни было? В зависимости от направления, от жанра, вот, например, если вы помните, был такой чувак Ти Пейн. Да. У него был весь альбом из дуэтов. И он был очень крутой. И альбом у него был хитовый полностью. Ну, это зависит, опять же, от взглядов, от жанра. Но у меня нету такого, как бы, взгляда, что у меня должен быть альбом дуэтный пока что. Ну, и все-таки, какова основная цель? То есть вы обмениваетесь, так сказать, слушателями для этого это делается? Или для каких-то, может быть, реализации творческих каких-то порывов, посылов и так далее? Это, вы знаете, коллаборации — это всегда, как бы, соединение двух разных, как бы, жанров, во-первых. То есть, например, я пробую себя в чем-то другом. Мой, соответственно, коллега тоже пробует себя в чем-то несвойственном ему, да? Например, Аяна тоже, в принципе, у нее в репертуаре, по-моему, тоже не было таких песен именно в таком жанре. И, в принципе, из всех, с кем я спел дуэтом, ни у кого не было вот таких песен, которые у них, в принципе, в дуэте со мной и образовались. Особенно один дуэт, который, в принципе, был у меня с Беком Борбиевым. Он никогда не пел ни с кем вообще, даже у него не было своих песен на русском языке, ну, как бы, записанных-то. Мы сделали такую, довольно такую интересную и успешную коллаборацию, которая, в принципе, очень хорошо полюбилась слушателям. Ну, судя по вашим словам, наши артисты охотно идут на дуэты, им это нравится, они соглашаются легко. Есть сомнения, какая-то доля сомнения, вот, все-таки у артистов именно уровня Бека Борбиева, потому что у него есть уже свои слушатели стабильные, да? И у него была такая неуверенность какая-то, была типа, блин, а как мои слушатели воспримут это? Это в начале только было, первые минут 15, потом все. Я просто очень хорошо умею, как бы, преподносить, нет, преподносить свой, как бы, творческий продукт. Это тоже нужно уметь. Ну, а нам просто не терпится послушать вашу песню «Любовь, это мы». Да, поэтому мы вам говорим спасибо за беседу, интересную, искреннюю беседу. Просим вас пройти на нашу импровизированную сцену. Благослов. А мы вас с большой радостью представим, и, я полагаю, уже попрощаемся с нашими зрителями, потому что время нашего эфира подходит к концу. Три часа пролетели, пролетели незаметно. Я надеюсь, мы подняли вам настроение. Вы получили огромную порцию действительно очень полезной, важной, актуальной информации, которой вы впоследствии будете пользоваться, потому что немало рецептов было, немало советов в плане здоровья, в плане занятий спортом и так далее. Действительно колоссальное множество очень полезных вещей, и мы надеемся, вам было приятно. Да, вся наша команда Утро Лайф, она старается для вас. С вами во время эфира были Ростислав Мохотин, Александра Шнуряева. Мы желаем вам прекрасного дня, потому что целый день еще впереди. Используйте его по максимуму и с пользой. Но прямо сейчас мы слушаем песню «Любовь, это мы». В городе полночь В сотый раз обновляю я свой инстамесседж Мне нужна помощь Безнадежно пытаюсь найти бесконечность Так далеко ты ушла Вновь накроет тоска Это не бред, это не ложь Зная, ко мне ты придешь Сюжет знакомый, словно скиноленты Сберечь нам нужно было все эти моменты Стой, вновь загорятся огни Стой, дороже всего это ты Если и есть в этом мире любовь, то знай Любовь это мы Не играй с огнем, не губи моменты Не дави на газ, ты живай в эпицентре, темно ты Не ланим, не люби моменты А пока горят небеса задеты А пока горят небеса задеты Не пошли бы все твои эксперименты Отпусти, просто отпусти Современная ода любви В коллаборации чувства надежды Королева моей мечты Ты мое вдохновение, радость и нежность И мое сердце с тобою на века Знаю, люблю тебя так же, малышка Ведь ты мое небо, мой океан Сюжет знакомый, словно скиноленты Сперечь нам нужно было все эти моменты Стой, вновь загорятся огни Стой, дороже всего это ты Если и есть в этом мире любовь, то знай Любовь это мы Не играй с огнем, не губи моменты Не дави нога, стыжи в эпицентре темноты Облака горят, небеса задеты Не пошли бы все твои эксперименты Отпусти Просто отпусти Просто отпусти «Ты просто отпусти все эти мысли» От негатива голову очисти Отпусти От негатива голову очистить Мысли отпусти Не играй за днем, не только моменты Не дали нога, стоишь же в эпицентре От темноты Амбукой горе, мне ведь все задеты Не пошли бы все твои эксперименты Отпусти Просто отпусти Знаешь, что бы ни случилось, я всегда буду любить тебя